День государственного суверенитета Президент Аль-Камалиева и его сын Гейдар Алиев принял сегодня участие в церемонии о закладке фундамента Ахдамского села Ивансхан Бяйли. Глава государства ознакомился и с восстановительными работами, проводимыми в Ахдамском селе Кяньгерли. Принял участие в открытом в Ахдамском промышленном парке заводов по производству обуви различного назначения, электрораспределительного оборудования, электрических розеток и бетонных подстанций, систем автоматизации и телемеханики, обоев, вентиляционного противопожарного оборудования и металлических изделий. Кровельных покрытий также в открытии в Ахдаме после восстановления комплекса «Имаряд» отеля Ахдам Сизи Готел заложил фундамент стадиона «Имаряд». Ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в Ахдамском селе Хадырлы и на автомобильной дороге Ахдам-Эскерян-Ходжалы-Ханкянди. Затем президент Ильхам Алиев побывал в городе Ханкянди, где ознакомился с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми в отеле «Булут». Принял участие в открытии после ремонта полной средней школы номер 4 имени Низами Гянджави. Ознакомился с работами, которые будут проделаны в Государственном драматическом театре. Принял участие в открытии после ремонта детского сада номер 1. Ознакомился со строительством Конгресс-центра на Площади Победы. Затем президент Ильхам Алиев направился в город Шуша, где принял участие в открытии после реставрации дома-музея Узера Гаджибели, а также площади Флага. Расширенные репортажи об этом вы можете посмотреть в нашей сегодняшнем программе. Прошел ровно год с момента локальной антитеррористической операции азербайджанской армии, навсегда положившей конец армянскому сепаратизму в Карабахе. Проведенная под руководством президента Ильха Амалиева с 19 по 20 сентября 2023 года в Карабахском экономическом регионе антитеррористическая операция против остатков вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований является одной из славных страниц военной истории Азербайджана. 19 сентября в результате взрыва мины, заранее установленной с целью терроризма на автодороге Ахмедбайли Физули-Шуша, был выведен из строя автомобиль Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, вследствие чего погибли мирные граждане. В тот же день на мине, установленной диверсионно-разведывательными группами ВС Армении, подорвался автомобиль, перевозивший военнослужащих внутренних войск МВД Азербайджана. В результате этого погибли и получили ранения наши военнослужащие. Именно после этих событий в регионе начались антитеррористические мероприятия локального характера с целью восстановления конституционного строя Азербайджана. Защищая гражданское население и инфраструктуру, Азербайджан в короткие сроки восстановил свой суверенитет. Согласно подписанному президентом Ильхамом Алиевым распоряжении, ежегодно 20 сентября будет отмечаться как День городов Ханкианды, Ходжалы и Ходжавян, освобожденный год назад. Восстановление Азербайджаном суверенитета над своими землями является торжеством международного права и справедливости. Преподнесение МИД Армении локальных антитеррористических мероприятий как нападение на Нагорный Карабах и этническую чистку недопустимо. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Хаджазада, подчеркнув, что наглядным примером неуважения Армении к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана является то, что она называет Карабах несуществующим топонимом Нагорный Карабах. Армения, чтобы не упустить историческую возможность мира, должна в ближайшее время предпринять необходимые адекватные шаги для устранения своих претензий к Азербайджану. Наш народ чтит память своих героических защитников, пришедшие во второй мемориальный комплекс Шахидлярх и Абанэ с глубокой благодарностью чтят память военнослужащих, ставших шахидами в ходе антитеррористических мероприятий. Читают молитвы за упокой души героев, павших за территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо руководству ОБСЕ и Совета Европы, в котором подчеркивается, что сотни тысяч азербайджанцев насильственно изгнаны 36 лет назад со своей исторической родиной, из своих родных домов в Армении, ставшие беженцами, до сих пор не могут вернуться в Вереван, Гюючу и другие исторические места в Западный Азербайджан. В письме подчеркивается, что политика этнической чистки Армении нанесла серьезный ущерб нематериальному культурному наследию Азербайджана. Уничтожение Армении памятников культуры азербайджанцев грубо нарушает многие международные конвенции. Продолжающееся разрушение Армении и культурного наследия Азербайджана серьезно препятствует миру, диалогу и усилиям по примирению в регионе. В письме содержится требование, чтобы и Совет Европы, и ОБСЕ изложили открытую позицию по указанным вопросам. Дэвид Леми Молдова сотрудничает с НАТО и Евросоюзом. Мы продолжаем наш выпуск на Бакинском Олимпийском стадионе, где будет проходить 29-я сессия конференции сторон рамочной конвенции ООН. По изменению климата состоялось первое знакомление дня представителей СМИ о подготовке к масштабному мероприятию. Журналистам была предоставлена подробная информация о центре регистрации и процессе регистрации в КОП-29. Представители масс-медиа проинформировали о строительно-монтажных работах и проводимых на месте операциях. Журналисты ознакомились также со строительными работами в голубой зоне, проводимыми на 49 гектарах по периметру стадиона, включая дизайн площадок. Также проинформировали о проделанной работе в связи с создаваемой зеленой зоной на 8 гектарах. Подготовительные работы КОП-29 идут полным ходом. Уже завершено почти 90%. К октябре мы планируем успешно завершить основные работы. При реализации проекта во внимание принималась и окружающая среда. В частности, мы обратили внимание на климат Азербайджана, Баку. Мы хотим, чтобы дизайны и конструкции соответствовали стандартам. Все делается без ущерба для природы. Начиная с июля, после завершения всех логистических работ, начаты детальные дизайнерские работы. В Азербайджане создаются лаборатории информационной и кибербезопасности. Об этом сообщили на конференции, посвященной кибербезопасности во имя зеленой экономики. На мероприятии отметили важность государственного частного сотрудничества для дальнейшего развития этой сферы. Между тем, в нашей стране продолжаются дни кибербезопасности. Растут риски в сфере информационной и кибербезопасности. Ниже года национальные экономики теряют триллионы долларов из-за пробелов в информационной безопасности. В первом полугодии количество международных кибератак увеличилось на 30%. Поэтому страны расширяют свою деятельность в сфере борьбы с кибератаками. Азербайджан не исключение. Есть и достигнутые успехи. Наша страна поднялась на 36 позиций в рейтинговой таблице национального индекса кибербезопасности, переместившись с 86 на 50 место. Считаю, что в рамках этого мероприятия тесное сотрудничество компании «Просол» и государственной службы специальной связи и информационной безопасности в прошлом и текущем году выявило киберталанты в Азербайджане. Проведены киберконкурсы. И в этом контексте совместная работа частных и госструктур выдвигает на первый план дальнейшее развитие этой области. В стратегии развития цифровой экономики Азербайджана переход к зеленой экономике и вопросы кибербезопасности находятся на первом плане. Крупномасштабные инфраструктурные проекты, связанные с зеленой экономикой, реализуются в Карабахе и восточном Зангизуре. На конференции подчеркнули, что при реализации проектов особое значение уделяется обеспечению информационной и кибербезопасности. Все значимы становятся вопросы зеленой экономики и кибербезопасности. Хотя, на первый взгляд, эти две области могут показаться разными, они тесно связаны и для развития крайне важен баланс между ними. Зеленая экономика – это концепция, сочетающая экономическое развитие с охраной окружающей среды и эффективным использованием природных ресурсов. В соответствии со стратегией развития цифровой экономики, разработанной Министерством экономики совместно с другими государственными структурами, сегодня в рамках государственно-частного проекта ведется серьезная работа по формированию лаборатории информационной и кибербезопасности. Государственная служба специальной связи информационной безопасности регулярно проводит аудиты и мониторинг информационных систем государственных структур, оценивая состояние их информационной безопасности. На панельных дискуссиях обсуждались последние тенденции и вызовы в сфере кибербезопасности. В рамках двухдневной международной конференции будут определены победители конкурса по кибербезопасности «Капча-де-флаг», в которых примут участие 20 киберкоманд из государственных и частных структур. Состоялся семинар на тему «Год солидарности во имя зеленого мира» в аудиовизуальных медиа. На мероприятии обсуждалась работа по улучшению экологии, восстановлению зеленых насаждений, обеспечению эффективного использования водных ресурсов и энергоисточников. Отмечалось, что в прошлом году в рамках работ по озеленению страны было посажено более трех миллионов деревьев. В текущем году планируется увеличить до пяти миллионов. На семинаре также подчеркнули, что в рамках подготовки к КОП-29 состоятся тренинги и конкурсы для журналистов. Также отметили, что за последние восемь месяцев в связи с «Годом солидарности во имя зеленого мира» СМИ представили более 20 тысяч сюжетов, репортажей, программ, а также свыше пяти тысяч социальных роликов. В эфире новости. На фоне широкомасштабной войны России против Украины продолжается помощь Запада Киеву. Евросоюз выделил 160 миллионов евро на подготовку энергетической системы Украины к зимним сезонам. С другой стороны, Европейский парламент принял резолюцию по снятию ограничений на использование западного оружия против целей на территории России. Европейский парламент призвал страны ЕС немедленно снять ограничения на использование Украины западных систем вооружения против законных военных целей на территории России. Депутаты считают, что эти ограничения мешают Украине в полной мере использовать свое право на самооборону. Это один из пунктов, принятых государствами ЕС в Страсбурге резолюции о продолжении финансовой и военной помощи Украине. Соответствующий документ поддержали 425 депутатов. 131 депутат выступили против, 63 воздержались. Кроме того, Европейский парламент считает необходимым расширить политику санкций в отношении Российской Федерации и Белоруссии, а также стран и организации, обеспечивающих российский военно-промышленный комплекс военными технологиями и техникой двойного назначения. Депутаты Европарламента также призвали страны ЕС ускорить поставки оружия Украине, особенно современных систем противовоздушной обороны, а также другого оружия и боеприпасов, которые требует Киев, включая ракета «Таурус». Европейский союз выделит Украине дополнительные финансовые средства для подготовки энергетической системы страны к зиме. Об этом на пресс-конференции заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сегодня я могу объявить, что мы выделим около 160 миллионов евро дополнительных средств для подготовки к этой зиме. 60 миллионов из этих средств пойдут на гуманитарную помощь для убежищ и системы отопления, а 100 миллионов будут потрачены на ремонтные работы и возобновляемые источники энергии. И эти 100 миллионов евро выделяются из доходов, полученных от замороженных активов России в Евросоюзе. Отметив, что с февраля 2022 года была уничтожена половина энергетической инфраструктуры Украины, Урсула фон дер Ляйен заявила, что это равно примерно общему объему энергетической системы трех стран Балтии. Глава комиссии сообщила, что за этот период ЕС выделил более 2 миллиардов евро финансовой помощи для поддержки энергетической системы Украины. Хавер Алиева, Ферда Аббасова, Ленат Джаферов, Новости АСТВ. В Акинском экспоцентре пройдут 5-й юбилейно-азербайджанская международная оборонная выставка «Адекс» и 14-я международная выставка внутренней безопасности, охраны и спасательная техника «Секюрикс Хаспи». Это масштабное мероприятие является одной из крупнейших экспозиций военной техники в регионе. Выставка «Адекс» служит эффективной платформой для развития оборонной промышленности страны, укрепления международного сотрудничества. Производимые в Турции самолёт «Хюркуш» беспилотники «Байрактар» и «Аканджи». Итальянский вертолёт «Агусто Вестленд-109» смогут увидеть посетителей юбилейной выставки. Свою продукцию военного назначения представят 37 стран. 14 стран, как Италия, Словакия, Катар и Венгрия, впервые примут участие со своими национальными павильонами. В нашем национальном павильоне будут действовать 4 стенда. В закрытом павильоне продукция Министерства оборонной промышленности охватит 85 квадратных метров. Также в закрытом помещении два стенда закрытого акционерного общества «Холдинг оборонной промышленности Азерсела» на площади в 256 квадратных метров и 356 квадратных метров соответственно. Стенд площадью 500 квадратных метров будет работать под открытым небом. Выставочные дни будут демонстрироваться стартапы в области оборонных технологий, защиты, спасения, робототехники и кибербезопасности. На выставке также будет представлен макет «Путь к победе в мгновениях». Отрадно, что в этом году выставка демонстрирует рост участников на 32% и заняты все павильоны Баку-экспоцентра. Уверен, что будут представлены очень интересные экспонаты. В рамках выставки планируется подписание соглашения о сотрудничестве с международными компаниями. Мы стали свидетелями превратившегося в руины Карабаха. Мусульмане с гневом наблюдают, как мечети превращают в свинарник и разрушают. Об этом заявили на состоявшихся в Московской соборной мечети, в 8-м Курултае, съезде Духовного управления мусульман России и 20-м Международном мусульманском форуме. На трехдневных мероприятиях участвовали религиозные деятели и официальные лица разных стран. В рамках Международной теологической научно-образовательной конференции планируется также подписание меморандума о сотрудничестве между Бакинским международным центром мультикультурализма и Московским исламским институтом. Прежде всего мы благодарны руководству Республики Азербайджан, духовенству, которое представлено в республике, которое на протяжении многих веков и особенно после распада Советского Союза, несмотря непростых геополитической ситуации, продолжает развивать именно межрелигиозную, межнациональную политику мира и согласия. В стране проживают представители разных течений, разных конфессий, разных религий. И каждый раз, приезжая в Азербайджан, мы подчеркиваем, что и русская православная церковь, и представители других направлений христианства, и шиитские, и сунитские мечети строятся, развиваются. Мы всегда на всех мероприятиях, конференциях, симпозиумах видим, когда рядом друг с другом они имеют равные права выступать с заявлениями, имеют поддержку. И президент очень деликатно всегда относится к вопросам межрелигиозного согласия. Он посещает и мечети, и православные храмы. Он равномерно оказывает помощь. Поэтому вот эта политика, она достойна восхищения. Мы видели, к сожалению, в каком состоянии остался Карабах, когда соседи, казалось бы, соседи, которые должны со всем уважением относиться к своим соседям, особенно к святыням. Да, всегда бывают в жизни войны, бывают разногласия, но есть красные линии, которые нельзя переходить. И для любого верующего человека этими красными линиями является и храм. Поэтому мусульмане, конечно, с возмущением видят, когда и храмы разрушаются, когда на месте любого храма. Это все неприемлемо в современном мире, в современном обществе. Обществе, которое себя считает просвещенным, интеллигентным, гуманным. Представители пчеловодческих структур Азербайджана и Турции вновь собрались в Баку, чтобы в очередной раз внести вклад в развитие этой сферы. Члены Ассоциации пчеловодов Азербайджана, Союза профессиональных пчеловодов Азербайджана и турецкой организации «Армасад» отметили эффективность сотрудничества, подчеркнули, что совместные действия принесли хорошие результаты в развитии этой сферы. Участники встречи выступили с предложениями по перспективам дальнейшего сотрудничества. На этом наш выпуск подошел к концу. Благодарю за внимание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин